добрый день друзья сегодня хочу вам немножечко помучать вас серьезной аюрведой зашел в индийский магазинчик увидел там лавровый лист как они пишут по-английски by leaf дело в том что однажды у меня сгорелся спор с профессионалами аюрведы в солнечной индии о том используется ли лавровый лист в аюрведе в индийской кулинарии или нет мне почему-то смутно казалось что лавровый лист это чисто такое древнегреческое древнеримское растение которое воспета в стихах и относятся к европейской древней европейской культуре и соответственно кулинарии а индусы утверждали нет у нас в индии тоже растет индийский лавровый лист и он гораздо лучше чем ваш европейский так и вот я нашел два лаврового листа двух разных брендов и сейчас посмотрим что там внутри и я понял кто оказался прав в этом споре да соответственно в руках у меня две упаковки одной не буду говорить каких брендов потому что я не кромирую но оба сами бренда сами по себе хорошие продавцы спецы давайте сделаем распечатку я возьму первую упаковку посмотрим что на ней написано написано на ней болив и соответственно внизу переводы на разные языки и везде там указано что де лаурен фуле де лоро лаурен и так далее все связано с именем лавр сейчас достану что-нибудь покрасивее вот нет опять некрасивый сейчас нашел самый 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 красивый листочек вот да самый что ни на есть лавровый лист из вас лавровых листов в древнем риме в древней греции если человек хорошо читал стихи и имел какие-то вот художественные заслуги им делали венок из таких вот листочков кстати лавров это название на русском языке на латыни лаурус ботаническое название лаурус нобулус то есть лаубр благородный из таких листочков делали веночки и те кто уносит такие веночки их называли лаурятами время прошло листочков больше никто на голове из веночки из листочков никто не носит а вот называть выдающихся деятелей лаурятами продолжают по привычке хотя они как эти нынешние лауряты лауров не носят но они видимо носят их душе да да это настоящий лавровый лист смотрим что в другой упаковке она такая покрасивее и там посмотрим что написано опять написано де лаурен то есть все что связано с названием лаура по-английски написано by leaf и есть название на русском языке ажгон брут я вы знаете те кто делали этот надпись не разбираются в русском языке потому что ажгоном на русском языке называют совсем другую специю которая известна у нас под названием у нас в смысле у нас в Индии под названием аджван ботанические названия разнятся иногда называют ботаническое название карум корптикум иногда извините за не цензурное выражение трахиспермум амми вот аджван это семена и на лавр совсем никак не похоже распечатываем второй лавровый лист и вот то что там оно ну совсем не похоже по сравнению с тем что было до здесь мы видим такие перекрестные жилки здесь такие прямые и пахнет он совсем иначе да дело в том что действительно я оказался прав то что в Индии называют лавром это никакой не лавр а это растение под названием точнее дерево мне что-то привычка все называть растениями дерево это дерево тоже дерево это растение растет значит растение да это дерево называется тэджапатра а ботаническое название циннамонумтамола то есть это разновидность корицы корица в ее виде тоже используется называется она твак то есть используется кора а твак означает просто слово кора и твак также означает кожа кожа это кора человека а в корице главное образом используется кора как видим не только кора и соответственно название вот пошло от слова кора ну кстати в русском языке тоже корица и кора один корень вот на хинди вы можете ее встретить название коры под названием корица под названием твача или иногда долчини а на санскрите твак так пару слов о собственно тэджапатре тэджас означает огонь патра означает листья то есть огненные листья тэджас это вот один из синонимов слова огня вот когда говорят например об огненном столбе шиве его называют там тэджас вот знаете из храм шивы тадж махал не знаете потому что дело в том что тадж махал потом перестроили сделали там мусульманскую усыпальницу но название оставили прежние тадж тэджас можно встретить такой термин в ее виде и вот название листа в честь этого корня то есть он улучшает пищеварение его можно вполне использовать в пищу просто если вы это используете понимаете что это не тот же самый лавр а вкус будет другой ориентируйтесь на свой вкус нравится он не нравится есть рецептуру куда он входит по рецептурам я хочу порекомендовать книжку моего учителя васанта дататрея лада и его жены уша лад дататрея лад он директор института я веду очень четко расписал медицинские свойства всех специй а его жена написала все рецепты рецепты они в индии будут от штата к штата меняться и в некоторых рецептах вы можете встретить по-английски bio leaf я читал просто сначала оригинал и очень удивился что там есть лавровый лист но теперь я понимаю что они имели ввиду не имели ввиду совсем другой другое растение другой лист где тэджепатра используется в аюрведе в аюрведе она используется для усиления аппетита и для усиления микроциркуляции крови и она иногда входит в состав некоторых комбинаций там где нужно усилить микрообмен усилить общую циркуляцию в теле и где-то усилить вкусовые качества травяной специи травяной смеси специи да дело в том что специи часто они используются и в медицине и в пище и для вкуса и для каких-то лечебных данных очень часто вы можно чаще всего вы увидите тэджепатра кстати название тэджепатра пока не забыл вот индийская упаковка тэджепатры тут называется тэджпатта вот это то же самое она же в европу экспортный вариант идет покрасивее листочки на хинди написали тэджпатта ну какое-то вот все индийские языки они основаны на санскрите иногда в местном языке название может чуть-чуть отличаться от санскрита патта патта патра это лист вот назвали патта на хинди значит чаще всего используется такая комбинация когда используется тэджепатра используется корица и используется кардамон вот такая комбинация из трех специй то есть корица двух видов виде листа и виде коры и кардамона называется три джат можете встретить такую комбинацию иногда она используется как отдельный порошок и принимается для того чтобы усилить аппетит и где-то рекомендуется для снижения веса ну снижение веса она происходит опосредовательно за счет того что улучается процесс пищеварения а значит способствует тому чтобы уходили какие-то застойные вещества из тела иногда добавляют еще четвертое растение нага кешер ботаническое название мессуа ферре и тогда получается комбинация под названием чатур джат то есть четыре джата вот не знаю как перевести джат что-то типа вот что-то огненное такое если это такая полезная вещь почему я не рассказывал о ней до сих пор а знаете если вы посмотрите мои видео внимательно то увидите что тэджи паттер уже упоминалось например в составе авиапотекар входит тэджи паттера намасте это вы наверное подумали что это лавровый лист нет это лист тэджи паттеры это разновидность корицы а в комбинации три джат она входит например в составе канчанар вгул где который используется для лечения лимфы недавно было у меня несколько интересных случаев из лечения достаточно тяжелых опухлей с помощью препарата канчанар вгул и еще несколько растений тэджи паттера эла кардамон комбинацию три джат можно встретить во всяких других составах например очень сложный состав для почек и разных форм терапеза чандра прабха там входят три джат чатур джат можно встретить в комбинации вот для болезни спру джаки паллади амар сундри для там три джат препарат для сна амар сундри туда входит три джат потом в составе чавана праж вот чавана праж я все никак не доделаю до конец монтаж тонкости технического процесса приготовления чавана праша там на самом последнем этапе дело в том что три джат это растение ароматическое оно при нагреве быстро теряет свои свойства вот когда чавана праж уже сварен и в самом конце добавляется смесь трав из в виде порошка вот туда входит чатур джат и сейчас мы перейдем к завершающему этапу изготовления чавана праша и вот в самом конце когда уже чавана праша остывает уже тогда всыпают порошок из трав куда входит чатур джат ну а комбинацию из корицы и кардамона вы можете видеть в составах ситополаде и талисаде для дыхательной системы то есть это растение как бы она не является основным на основе него ничего не лечат но она является такой необходимой добавкой чтобы закруглить смягчить усилить действие остальных ингредиентов вот такая немножечко у меня сложная получилась лекция но зато я познакомил вас с одним растением в общем вот изучайте аюрведу всего доброго и вот и вот болит в общем вот в общем вот в общем вот вот он сдался из